Где купить маску? Наверное, этот вопрос сегодня очень актуален. И как хорошо, что есть люди, которые помогают его решать. Сейчас мы находимся в Витебском государственном индустриально-технологическом колледже. Здесь мастера, а также учащиеся волонтеры помогают народу с решением вопроса о приобретении масок. Скажите, пожалуйста, сколько времени занимает ваших одной маски? На одну маску где-то уходит 5 минут. Я вижу, что у вас ткань не белая, яркая. А какие больше пользуются популярностью? Вообще применяем лучше однотонные ткани, но и просят цветные. Мы применяем в основном бязевые и льняные ткани. Но все-таки первый вопрос, который интересует людей, это, наверное, практичность. Какие все-таки маски удобнее в носке и какие практичнее? Ну, в носке удобнее, конечно, хабытка. Они льняные, они однотонные все-таки. Для взрослого поколения просят однотонные расцветки. А молодежь, конечно, просит разноцветные. Есть у нас заказы из ОМОНа. Представители, мы им тоже сделали по их заказам. Вот они сделали с белорусским орнаментом. Интересный черный цвет, с леточкой для мужчин. И там есть специальная машина. Ну, где-то неделю назад, когда стало острая проблема не только в нашем городе, но, наверное, и в нашей Витебской области, это маски защитные. Поэтому по инициативе нашего модельера-конструктора Тихонова Людмилы Александровны было принято решение пошивать маски. Маски сразу стали пользоваться огромной популярностью, потому что населению не хватает. Вначале мы, конечно, обеспечивали масками своих сотрудников, потом наше управление образования, ну а потом всех тех, кто присылал заявки. Кто письменно, кто устно. Скажите, пожалуйста, а где можно приобрести маски и могут ли это сделать частные лица? Частные лица могут тоже обратиться к нам с заказом, сказать количество масок. Мы оценим свою мощность, оценим, как у нас продвигается очередь. И, конечно, по мере возможности, я думаю, мастера останутся, задержатся на работе. Если надо, выйдут выходные дни, но население нашего города мы должны обеспечить. Ну и в палатке, соответственно, возле учебного заведения? В палатке возле учебного заведения также жители могут приобретать. Но, к сожалению, эти маски раскупаются очень быстро. Вот за вчерашний день в палатке было реализовано 250 штук. Скажите, что вас побудило заниматься этим делом? Ну, потому что в городе сейчас сложилась такая тяжелая ситуация, конечно, не можем остаться в стране. Все сплотились. В воскресенье мы вышли полностью всем коллекционным мастером, мастеров и оказали содействие. Ну, за воскресенье мы изготовили порядка полутора тысячи масок. Сегодня стараемся выдержать этот темп, ну и помочь жителям города. И пожелать, конечно, в этой ситуации всем сплотиться, всем здоровья, сидеть дома.